возможности, о которых я сейчас буду рассказывать, которыми мало кто пользуется. Ну, вот, скорее это благодаря тому, что мы о них мало рассказывали, и как раз настало отличное время рассказать о них. Не вижу чата. Для того, чтобы сделать чат, у меня, к сожалению, будет вот так вот скрываться часть экрана. Поэтому так не у всех есть звук. Правильно я понимаю? Давайте сначала разберемся с техническими деталями. Интернет по всей стране работает так себе, поэтому так, звук есть у всех фризы. выключить видео. Ну, давайте выключим видео. Действительно, в принципе, зачем вам меня видеть? упростим жизнь друг к другу. Так. Тупо звук. Так. Ну что? Так стало лучше? Коротко. Правда лучше? Отлично. Тогда поехали. Значит, сегодня мы будем рассказывать о том, как диагностировать большие сети ZedWave. Многие из вас, я уверен, являются инсталляторами, и пробовали ставить ZedWave в самых разных условиях, не только в небольших одно-двухкомнатных квартирах, но и в больших домах, и наверняка столклись с различного рода проблемами, которые зачастую как-то диагностировать, поэтому основной совет раньше инсталлятором был поставьте побольше репитеров, докупите розеток, и так далее. Понятно, что это такая рекомендация, что называется, вслепую, и естественно, хочется подсказать вам, как можно более осознанно подходить к тому, чтобы сделать сеть более стабильной, какие проблемы вообще могут возникать, и именно для этого в наших контроллерах, контроллерах The Way, к ним относятся Raspberry, к ним относятся на базе USB-стик и USB, в них есть средства диагностики. Эти средства диагностики, многие из них уже много лет в контроллере, однако их редко используют, и не все понимают вообще, как их использовать, потому что они действительно очень технические. Сегодня я попробую раскрыть немножко завесу, показать, как этим пользоваться, зачем вообще эти средства сделаны, и заодно рассказать о некоторых новых средствах диагностики, которые появились, и которыми вы тоже пользовались для того, чтобы улучшать качество сети. Итак, поехали. Значит, для начала, для кого этот вебинар, очевидно, он для инсталляторов и продвинутых пользователей. Все, что вы здесь услышите, оно будет очень полезно при установке оборудования Z2 в многоэтажных домах, в квартирах площадью более 100 квадратных метров. Если у вас небольшой объект, у вас, скорее всего, проблем не возникнет, в больших объектах вам это все пригодится. Также иметь в виду, что все это можно использовать также в сочетании с другими контроллерами, то есть, если, например, у вас основным контроллером на объекте является Fibara, и бюджет позволяет добавить туда контроллер Raspberry для того, чтобы проводить диагностику в сети или, как минимум, на этапе установки что-то суметь, то здесь можно использовать EZV как дополнительное средство диагностики, которое вы можете либо потом оставить на объекте, либо переносить с объекта на объект и использовать как средство установки и диагностики. Естественно, вам сегодня потребуются базовые знания устройств сетей ZedWave, но основные вещи я расскажу. Какие причины заниматься вообще диагностикой сети? В первую очередь, это жалобы клиента на нестабильную работу. Здесь, к сожалению, обычно клиент говорит, все глючит, все плохо, и самое важное это суметь вычленить проблему в этой абстрактной жалобе. Обычно клиенты наблюдают включение и выключение вообще управления устройств с небольшими тормозами. Также спонтанное подвисание управления, все работает быстро, а потом хоп и что-то ничего не происходит, а потом бабах, все команды исполнились прямо одна за другой. То есть такое подвисание, ненадежная доставка сообщений. То включается, то не включается. То есть вроде одно и то же действие делаешь, а не всегда команда приходит. Все эти вещи мы попробуем сейчас показать, как диагностировать, как в том числе как их устранять. Итак, типичные проблемы больших сетей, особенно если они в эксплуатации, в первую очередь такой достаточно частый случай клиент отключил устройство. Не все клиенты понимают, что устройства, которые у них воткнуты, например, модуль в розетку, что это не просто устройство, которое торшер включает, выключает, а это маршрутизатор сети. то есть в ZedWave все вы знаете, что устройства, питающиеся постоянно, являются автоматическими маршрутизаторами, это очень хорошо, но в данном случае это еще и плохо, потому как клиент не всегда осознает, что это устройство может быть вообще чуть ли не связующим между двумя половинами дома и может вообще его выключить, убрать на полочку, не подозревая о том, что это вызовет проблему. Сели батарейки, это такая тоже частая проблема с батареечными устройствами, недостаточное покрытие или связанность сети. Это проблема, которую можно диагностировать на стадии установки и обратить внимание на то, как построена сеть, какими маршрутами ходят устройства, какие потери. Все это можно увидеть на этапе установки, на этапе пусконаладки и эту проблему вы можете решить установкой дополнительных репитеров, то есть каких-нибудь устройств, которые питаются от постоянного питания и на самом деле призваны в данном случае только увеличить покрытие и связанность сети. Постоянная перестройка маршрутизации. Это тоже достаточно большая проблема. В Z-Wave дело в том, что это нормальная ситуация, при которой маршруты перестраиваются, но бывает в некоторых случаях это приводит к достаточно большой нестабильности работы, то есть то маршруты нормально выбраны, то маршруты выбираются какие-то другие, которые плохо работают, соответственно идет замена маршрутов. Ну и в конце концов устройство вышло из строя, это тоже достаточно частая ситуация. В этой ситуации нужно его либо заменить, либо вернуть к жизни, как-то починить и опять же исправить маршруты в случае, если это устройство участвовало в маршрутизации сети. Поехали дальше. Для того, чтобы начать исследовать вашу проблему на объекте, нужно собрать как можно больше информации, которая поможет в диагностике. Надо понять, в устройстве не наблюдаются проблемы. Бывает такое, что проблемы наблюдаются с определенными моделями устройств, то есть не со всеми. И при этом можно сразу говорить о том, что есть какая-то проблема непосредственно с какой-то конкретной моделью. Такое бывает, в том числе есть модели, у которых проблемы и ошибки на уровне СДК. Такие проблемки тоже бывали, и это приводит к тому, что устройства работают плохо, но проблемы бывают везде. И надо понять, в чем выражают эти проблемы, всегда ли они производимы, насколько они воспроизводимы. воспроизводимость вообще очень важна. Когда вы придете на объект проводить диагностику, если проблема к этому моменту куда-то улетучилась, ее будет достаточно сложно ловить, сидеть на объекте, у вас не будет возможности, поэтому нужно максимально поправить данные с клиента, чтобы как-то понять, как воспроизводить эту проблему, наиболее быстро воспроизвести и уже работать с ней, исходя из тех факторов, которые у вас влияют на воспроизводимость. Как далеко расположено устройство от контроллера? Вообще получите карту сети, особенно если это большой дом, обязательно поймите, где расположены какие устройства, не чем они управляют, а где они непосредственно расположены, где расположены приемки, то есть сами модули и антенны. Сколько постоянно питающихся устройств, где они находятся и наблюдается ли проблема с каким-то другим устройством в этом доме или с такими же устройствами. Это все нужно понимать и собирать эти данные для того, чтобы диагностика сети была более эффективной. Немножко о маршрутизации в Z-Wave. Несколько важных фактов, которые помогут вам лучше понять, чем мы будем в дальнейшем заниматься, все это работает. Итак, все постоянно работающие от постоянного питания узлов, они являются автоматически маршрутизаторами. Хотите вы этого или нет, они будут маршрутизаторами, повлиять на это вы никак не можете и настраивать это никак не нужно. В Z-Wave используется механизм так называемый source root или маршрутизация по отправителю. То есть отправитель принимает решение, каким маршрутом отправить пакет и в случае, если этот пакет таким маршрутом доставить не удается, то просто возвращается ошибка, что данный маршрут не сработал, все. И это является ответствием отправителя выбрать другой маршрут следования и попробовать другой вариант. маршруты сами устройства конечные узлы не выбирают. Их вычисляет и задает конечным устройствам контроллер. Это является ответственностью контроллера. Он должен это делать. Обычно вычисление маршрут происходит в процессе обновления соседей, информации о соседях. то есть контроллер спрашивает всех по очереди является вашим соседом. После этого контроллер вычисляет на его взгляд наиболее оптимальный маршрут. Его взгляд не блещет умом. Контроллер не видит реальной ситуации, где у вас какие-то стенки, как далеко какие устройства. Ему кажется несколько оптимальных маршрутов и он их отправляет на конечное устройство. То есть в процессе открывания маршрута его вычисления участвует исключительно контроллер. Продолжение следует... когда может найти устройство по тем маршрутам, которые ему были заданы, посылается сообщение, которое называется Explorer Frame и является и распространяется по всей сети. И если в сети имеет среди своих соседей получателя, то получатель услышит от него это сообщение, скажет «О, я здесь, я получил это сообщение по такому-то маршруту, отлично, теперь я знаю маршрут назад». Соответственно, в обратном сообщении устройство отвечает «Окей, меня только что нашли по такому-то пути, используй его». И отправитель в этот момент запоминает, что последний рабочий маршрут был вот таким. «Важно понимать, что, во-первых, только отправитель в данном случае запоминает новый маршрут, все остальные в сети его не запоминают, даже если они участвовали в пересылке и являлись маршрутизаторами на пути туда и обратно, они все равно этот новый маршрут не запомнят. Это во-первых. Во-вторых, ExploreFrame занимает в больших сетях до двух секунд, то есть у вас на две секунды валится вообще вся сеть. И третий важный момент. Частостоящий маршрут является первым найденным, но никак не оптимальным. То есть очень часто это не оптимальный маршрут, бывает, что он оптимальный, но в большом количестве случаев это не оптимальный маршрут. Почему? Потому что в процессе пересылки вот этих сообщений все устройства, для того, чтобы не создавать коллизии в эфире, они не сразу отправляют, а через какое-то произвольное время отправляют это сообщение. Кто-то через 5 миллисекунд, кто-то через 20 миллисекунд и так далее. И тут может получиться так, что на пути кто переслал сообщение окажутся те, которые не являются оптимальными на этом маршруте, но при этом они оказались случайно первыми, поэтому именно этот маршрут будет выбран потом в качестве того, по которому нашли получателя. этот неоптимальный маршрут будет запомнен. Естественно, это не очень хорошая история, но в случае, если этот маршрут будет стабильным, он будет долго использоваться. В случае, если на этом маршруте возникнут проблемы, отправитель опять начнет перебирать имеющиеся у него маршруты до тех пор, пока не сможет доставить сообщение либо признается, что он не смог перебрать все маршруты доставить пакет. Вот так выглядит перебор маршрутов у устройств Dead Wave. В первую очередь используется предпочтительный маршрут. Эта функция есть только на совсем новых устройствах, которые выпускаются в последние полтора года. И более старых его просто нет. Про предпочтительный маршрут я расскажу чуть позже. После этого используется последний успешный маршрут или Last Working Route. И здесь важно понимать, что если в результате, например, Frame был найден какой-то маршрут, являющийся неоптимальным, но он является последним успешным, до тех пор, пока он будет оставаться успешным, результативным, то он будет использоваться несмотря на то, что не является оптимальным. Если устройство не удалось доставить по предпочтительному маршруту и последнему рабочему маршруту, то в этом случае устройство попробует отправить пакет прямой видимости. Авось вдруг мало ли что рядом. После этого начинается перебор четырех маршрутов, которые записаны у устройства. Контроллер может отправить максимум до четырех маршрутов для связи с каждым другим устройством. то есть идет перебор вот этих четырех, после чего включается поисковый режим Explore Frame. Если и это не помогло, доставка признается неуспешной и пакет теряется. Как вы видите, The Wave до последнего старается доставить ваши пакеты. Более того, на каждом этапе происходит отправка по несколько раз. Обычно это три раза. Можно дальше посчитать, сколько раз отправляется пакет до того, как будет признано, что он доставлен. И тут сразу видно, что Explorer Frame уже на момент, когда до него доходит, уже обычно проходит порядка 200 миллисекунд просто на том, чтобы перебрать все предыдущие маршруты. После того, как не удалось, 200 миллисекунд это 0,2 секунды, это еще приемлемая задержка, хотя не всегда. И только после этого включается Explore Frame, который обычно занимает секунду-две, что является достаточно большой задержкой. Но надо понимать, что после того, как он будет использоваться, то опять будут использоваться только первые два пункта при отправке команд. То есть вот этот порядок перебора используется только в том случае, когда доставка удалась. Сколько занимает каждый шаг? Каждый шаг доставки занимает в зависимости от того, какая скорость использована и сколько репитеров на маршруте. Пересылка в прямой видимости, ну то есть один прыжок, условно говоря, на скорости 100 килобит в секунду занимает примерно 2 секунды. на скорости на скорости нет, наверное, я вам соврал. Ну да, 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 все правильно, да. Вот, примерно около 5 миллисекунд, 5-7 миллисекунд занимает на скорости 40 килобит в секунду. Ну, 9,6 устройство практически никогда не использует. И вы просто можете посчитать, если у вас, например, используется маршрутизация и там 4 репитера на маршруте, то будет, соответственно, это время умножено на 5, потому что 5 прыжков между вот отправителя до первого маршрутизатора, дальше до второго, до третьего, до четвертого и до получателя. И также надо учесть, что они не прям мгновенно пересылают, а есть небольшая задержка. Кроме того, надо понимать, что проблема может произойти не на последнем сегменте у нас в середине пропал репитер или там он почему-то недоступен. Окружающая среда достаточно сильно влияет на маршруты. Как бы это странно не звучало, но работавшие маршруты могут перестать работать даже через пару часов и виной тому несколько причин, которые обычно кроются в окружающей среде. Придвижение предметов в доме. Учитывая, что мы работаем с вами с радиосредой, здесь есть переотражения различные, интерференция и кроме того есть множество препятствий для радиосигнала и даже небольшой предметов, даже открытие, закрытие двери, хуже металлической, оказывает очень существенное влияние на передачу радиосигнала. Также есть достаточно большая зависимость, особенно на юге, от времени суток или времени года. Здесь в первую очередь играет роль влажность. Влажность, сухой воздух, радиосигнал, у вас разные картины наложения интерференции возникает и поэтому где-то доставка может успешно работать, влажность поднялась или после дождя, после грозы это все может перестать работать или наоборот начать работать. Но обычно более влажный воздух проводит хуже радиоволны, соответственно, обычно после влажности больший радиосигнал передается хуже, хотя интерференция может вносить большое количество сюрпризов во всю эту картину. Отключение на пути выключили какое-то устройство и окружающая среда фактически человек повлиял на то, что маршруты работавшие раньше больше не работают. И также есть маршруты, которые работали на пределе дальности, то есть в момент когда контроллер делал опрос, в этот момент удалось доставить сигнал, удалось доставить пакет, он посчитал окей, дальность вроде достаточность, доставка успешная была, но уже чуть позже может выяснится, что эта связь оказывается не с какой-то конкретный сегмент прыжок от одного устройства к другому. И такой маршрут будет плохо работать, так как он на пределе своей дальности. Соответственно, в этом случае будут периодические потери. из-за всего этого последний рабочий маршрут может периодически меняться. Который задал контроллер, а также и на любой другой, найденный через Explorer Frame. и здесь как раз возникает проблема, что через X-Frame могут быть найдены маршруты, которые длиннющие, с четырьмя репикторами, через весь дом по кругу, являются совершенно неоптимальными, но при этом они последние успешные, и покуда они будут работать, все они будут использоваться, и все будет работать чуть медленнее, чуть больше засорять эфир. Ну, надо понимать, что медленнее это не 2,5 миллисекунды, а 40 миллисекунд, что является несущественным, в случае, если у вас небольшой трафик, и отдельная команда летит, но в случае, если у вас используется, например, в каком-то сценарии отправка 20 команд, то 2,5 миллисекунды умножить на 20, или 40 миллисекунды, это существенная разница. Поэтому, когда у вас используется много сценариев, неоптимальные, и много отправится пакетов в этих сценариях. Использование неоптимальных маршрутов приводит к тому, что визуально появляется приличная задержка в срабатывании. Особенно сильно это влияет и подбешивает клиентов, когда, например, при включении света он включается не сразу, также, когда вы входите и у вас должен сработать датчик движения или датчик открытия, опять же, свет включается не сразу. Это все достаточно приятно. При этом некоторые устройства, для них не критична задержка. Например, устройство управления климатом, там совершенно неважно, придет команда сейчас или через пару секунд. Точно так же открытие, например, замка, он и так просыпается секунду, если это будет не секунда, а полторы секунды, скорее всего, все равно клиент этого не заметит. Но там, где речь идет о том, что вместо 0,2 секунд стала секунда, это достаточно заметно. Поэтому мы всегда будем говорить о том, что в тех случаях, где вам важно быстрая доставка пакета, и вы видите, что она происходит неоптимальным путем, точно требуется маршрутизация, она может быть выбрана, как вы видите, неоптимальна, то в этих случаях мы будем говорить о том, что предпочтительный нужно устанавливать. Предпочтительный маршрут, это маршрут, который будет задан вами для того, чтобы заставить устройство все-таки следовать вашей рекомендации, а не выбирать какие-то маршруты, которые они сами нашли. Когда вообще нужна маршрутизация? Тоже хороший вопрос. всеми устройствами ли стоит заниматься вообще и лечить, что называется, их маршруты? Маршрутизация используется на самом деле всего лишь для двух наиболее популярных случаев. случаев это связь с контроллером, то есть доставка на контроллер отчетов и управление устройствами с контроллера, то есть это сценарий, управление с мобильного телефона и так далее. Здесь контроллер находится где-то в центре квартиры, надеюсь не в углу, потому что иначе у вас будет проблема с дальним противоположным углом. Здесь рекомендуется контроллер ставить в середине дома и понятно, что здесь точно будет маршрутизация, потому что не все устройства находятся в прямой зоне видимости контроллера. Второй случай это когда используется связь между устройствами, которые находятся в совершенно разных концах дома. Вообще это достаточно редкая ситуация и не все сразу наверное смогут придумать вообще такую в первую очередь это датчик например на втором этаже в ванной перекрывает воду в подвале датчик протечки. В большинстве же случаев использование прямых ассоциаций между устройствами сами устройства находятся рядом. Например включение света. Обычно там маршрутизация не нужна, она не используется. Почему? Потому что обычно вы нажимаете на выключатель, который находится где-то недалеко, по крайней мере в вашей зоне видимости от света который включается. То есть сам свет он рядом перед вами и выключатель где-то рядом. Редко бывает ситуация когда выключатель находится в одном месте а вы выключаете свет совершенно в другом месте. Обычно такие вещи делаются через сценарий например выключить все при выходе из дома но именно непосредственно управление вот я нажал на кнопку хочу чтобы здесь свет загорелся обычно это делается между устройствами которые находятся рядом территориально значит с большой вероятностью маршрутов там вообще никаких не будет вот поэтому внимание стоит уделять устройствам которые находятся далеко от контроллера для того чтобы они могли доставить свои уведомления а также чтобы контроллер мог ими управлять и устройствами которые напрямую ассоциированы друг с дружкой и находятся в противоположных каких-то дальних концах дома устройствами которые находятся рядом их маршрутами заниматься обычно не имеет смысла вот приведу пример здесь у нас мобильный телефон контроллер на самом деле контроллер в центре дома и все отправляют ему данные соответственно он ими всеми умеет управлять этими устройствами получает от них какую-то информацию при этом выключатель который у нас слева находится как говорил он как раз является устройством которое находится рядом с своими исполнителями и лишь служи датчика протечки например или датчик кучки газа хотя это реже там используются дальние маршруты для того чтобы управлять устройством которое далеко обычно же у вас например если стоит датчик газа он будет тоже стоять в подвале там же где перекрытие этого газа вряд ли вы будете ну газ обычно по дому не разводят потом если у вас различные датчики открытия движения опять же они управляют какими-то устройствами которые здесь рядом либо отправляют уведомления и тревожные события непосредственно на контроль какие требования к аппаратному обеспечению которое будет использовано вами для того чтобы все дальнейшее о чем я вам рассказываю было вообще релевантно многие функции из тех что здесь перечислены требуют версии прошивки 5.36 на USB Raspberry либо на в хабе прошивку можно обновить для этого надо перейти в экспертном интерфейсе в раздел сеть информация контроля обновления прошивки также все последние изменения они доступны в версиях TheWay 3.05 который выйдет в понедельник скорее всего и выше дальше они все естественно тоже будут но многие из этих функций они уже на самом деле присутствуют в 3.04 и в 3.03 и многие даже еще там версии 2.2 поэтому я не буду опоцентировать внимание на том какие функции свежие а какие нет что надеюсь что все вы обновляете контроллеры и используете самый свежак итак займемся выявлением проблем для этого мы будем исследовать статус устройств доступны недоступны заряд батареек загруженность очереди контроллера чтобы понять есть ли затыки в этой части статистика времени ставки изучим соседей устройств и ассоциации посмотрим на маршрут это будет наверное самая долгая часть а то посмотрим на статистику фоновый шум и анализ трафика итак поехали в разделе статус устройств у нас есть информация о том является ли устройство на данный момент доступным или нет вот галочка обведенная красный овальчик она показывает что устройство доступно в случае если здесь будет стоять красный перечеркнутый кружок это устройство недоступно важно понимать что в ZedWave нет постоянного опроса устройств поэтому мы знаем о доступности и недоступности по результатам попыток общения с данным устройством то есть последний раз вот рядом видно дата и время это последний раз когда этому устройству контроллер отправлял соответственно видно когда последний раз это устройство было на связи также для батареечных устройств показано время когда оно последний раз просыпалось и время когда оно в следующий раз проснется это позволяет вам понять как скоро устройство пришлет какие-то вам штатные уведомления например некоторые устройства периодически присылают заряд свой или температуру каждый раз при пробуждении кроме того вы например настраивая это устройство вы понимаете что оно само проходит из-за новой настройки только через определенное время если же вы видите что это время совсем не скоро например период пробуждения настроен сутки или даже неделя то вы понимаете что ждать недели вам неудобно вам надо дойти до устройства и покликать на нем кнопочки здесь же посмотреть если устройство является умершим надо понять и принять решение какие действия с ним делать если устройство недоступно помечено как умершее только потому что оно недоступно например по радио маршрут какие-то не сработали то нам надо заняться обновлением маршрутов на пути к этому устройству в случае если устройство действительно вышло из строя рекомендуется его заменить либо совсем для того чтобы оно не участвовало в маршрутах дело в том что контроллер конечно поймет что устройство умерло но ему надо отправить всем устройствам новые маршруты для того чтобы эти устройства перестали пользоваться маршрутами с удаленным устройством и поэтому если у вас устройство помечено как удаленное, либо все маршруты обновите сразу же, либо просто удалите это устройство и еще раз обновите маршруты. Если оно у вас будет то появляться, то пропадать, то оно может начать использоваться в маршрутах, что нежелательно. Статус батареи полезен для того, чтобы понимать батареечное устройство, которые давно не выходили на связь, они вообще живы или нет. Например, на этом экране видно 33 устройство, у которого полный заряд батареек и при этом оно давно не выходило на связь. В данном конкретном случае это устройство, которое на самом деле просто было убрано, поэтому у него даже нет названия здесь. Специально его слили здесь на картинке, чтобы было понятно, что устройство, у которого 100% заряд батареи, при этом оно давно не выходило на связь, с большой вероятностью оно сломалось, пропало или из него вынули батарейку, оно не успело отправить об этом отчет. Естественно, так батарейку вынули. Поэтому это сразу проблемное устройство, которым стоит позаниматься. Устройство, которое работает о низком заряд батареи, это тоже устройство, которым следует позаниматься, потому что они всегда могут не успеть отправить информацию о том, что батарейка совсем села. То есть, бывают случаи, когда еще не ноль, например, 30%, 20% устройство показывает, но при этом, что давно не выходило на связь, давно не просыпалось, это означает, что либо оно не присылает нам отчеты по какой-то причине, например, не настроены ассоциации, или опрос не настроен, батареек, либо у него просто вынули батарейку на той стадии, либо оно быстро село, например. В любом случае, понятно, что таким устройством есть смысл обратить на них внимание и заменить батарейку или подзарядить ее. Смотр очереди. Многие из вас наверняка заглядывали туда, в это магическое окошко, на котором показаны все пакеты, которые отправляются в радиомодуль. Там не все понятно, справа много байт каких-то непонятных. Что здесь важно знать? Что если у вас, когда вы открываете и много пакетов с надписью not delivered, то есть не доставлено, это означает, что устройство до них достучаться не получается. Включи, ничего не работает, устройство не включается, заходите в очереди, смотрите, опробует ли контроллер отправлять. Да, опробует. О, не доставлено. Это проблема. Бывает такое, что доставлено, но не сразу. Например, первый раз не доставлено, второй не доставлено, третий доставлено. Устройство в этом случае не будет помечено, как умершее, потому что в итоге доставка удалась, но при этом очевидно, что это проблема. Понятно, что вы не будете смотреть на эту очередь, чуть позже я покажу о другом средстве, которое позволяет увидеть такие проблемы. Но кроме этого, очередь, чтобы посмотреть, какая вообще сейчас загрузка контроллера на исходящие команды управления. вот здесь видно сверху команду, в которой стоят все минусики. Вот там флаги такие сверху, они снизу, в этом окошке есть легенда, которая объясняет, что они значат. Вот если стоит минус, это означает, что команда еще не была отправлена даже, она чего-то ожидает. Ожидать она может двух вещей. если стоит W, то она ожидает пробуждения устройства, то есть wake-up. Если W не стоит, то с большой вероятностью это умершее устройство или помеченное как умершее, блокируется отправка для того, чтобы не забивать очередь попытками достать пакеты устройствам, которые давно доступны. И если у вас таких пакетов много, это совершенно страшно. Они могут висеть сверху, они кушать не просят, контроллер не загружают. Здесь же видно много пакетов, которые с плюсиками, ну или вот, ну здесь не видно, но могут быть в конце тоже с минусиками, это пакеты, до которых еще не дошли. Исполнение очереди происходит сверху вниз, именно поэтому сверху остаются те, которые не отправлены по какой-то причине, снизу добавляются олки, которые исполняются уже. То есть контроллер при обработке он идет сверху вниз, смотрит, о, не первый пакет, не проснулся еще устройство тридцать четыре, пропускаем, поехали дальше. И дальше вот он дошел до четвертого, опять четвертый. Плюсики означают, что доставка, ну первые доставили до радиомодуля, вторые доставили до доставили, ну как бы радиомодуль принял к выполнению команду, третье это значит, что доставлено или не доставлено, но мы получили четкое информирование, четкую информацию от Z2F-сети, что доставка либо точно произошла, либо точно не произошла. И последний плюсик, он есть не всегда, это ответ на устройство. Это в случае, если сделан запрос, значение какое-то, то когда приходит ответ с этим значением, с этой характеристикой этот плюсик проставляется. Если у вас какой-то сценарий приводит к тому, что в очереди появляется мгновенно 50 пакетов, это проблема, потому что 50 пакетов они потребуют приличного времени на свое исполнение, то есть это несколько секунд. В зависимости от того, прямые у вас используются маршрутизации. В случае, если используются маршрутизации, да еще и с не очень оптимальными путями, то в этом случае будет достаточно большое время потрачено на исполнение всех этих команд. Вы, в принципе, в реальном времени видите, как они исполняются, и даже здесь видно пакет, который с буковкой D, это значит deleted, то есть удаленные исполненные, ну, done на самом деле, не deleted, а done исполненные, и даже между ними виден зазор во времени, видно, сколько потребовалось исполнение каждого из них, это в секундах, то есть где-то 200 миллисекунд на доставку, где-то поменьше, где-то побольше. Это достаточно большое время, оно связано с тем, что в этой сети используются маршруты, доставлялось каким-то далеким устройством в сети, и, соответственно, вы можете в реальном времени смотреть, как исполняются эти команды. Поэтому обращайте внимание на то, сколько команд прилетает сюда в процессе расположения сценария, если же у вас висит много устройств, которые в состоянии ожидания, ничего страшного в этом нет. Да, вот слайд, наверное, оставлю на секунду, чтобы вы успели прочесть, потому что, в принципе, все уже сказал. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно, мы продолжим. Правильно ли я понимаю, что мы с вами остановились на статистике доставки пакетов? Так, секундочку. Угу. 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 Возвращаемся. Мы остановились на том, что в очереди видно, что некоторые пакеты могут отправляться по несколько раз. Например, если он не доставлен, то система попробует еще несколько раз его доставить. Это видно проблем с доставкой, но о том, как это увидеть более простым способом, нежели смотреть в очередь, мы узнаем на следующем склайде. Здесь же важно отметить, что очередь в первую очередь нужна для того, чтобы понять, как много нагрузки дает тот или иной сценарий. Если вы видите, что что-то вызывает достаточно большое количество отправляемых команд, вы можете посмотреть, насколько это количество большое и как быстро система с ним справляется. Также, если вы видите, какой-то происходит затуп, то есть в очереди висят неисполненные пакеты внизу, сверху, например, те, которые ожидают, дальше какие-то, которые уже исполнены, они со временем пропадут. Они висят 20, просто чтобы вы успели посмотреть, что это было. И дальше висят пакеты, которые еще не есть. И вот прямо над ними будет тот, кто сейчас блокирует очередь. Отправка происходит по одному пакету. Соответственно, будет сразу видно, кто на данный момент задерживает всех остальных. И почему доставка других пакет происходит сразу. Там сразу будет видно, что какой-то узел, например, к нему не удается достучаться. И будет сразу понятно, куда смотреть. Теперь перейдем к статистике доставки. Еще один экран, на котором показана статистика. Эта статистика собирается на основе реальных пакетов, которые отправляются контроллером. Поэтому здесь видно, что какие-то, например, пятая колонка, в ней итог, сколько пакетов собрано. Здесь в этой статистике собирается до 30 пакетов до каждого узла. В данном случае видно, что к некоторым узлам 0 пакетов. Это значит, что просто ничего не было отправлено, поэтому система не набрала статистики. Со временем она ее наберет. Последние 30 пакетов, это не всегда пакеты за последний час или даже день. То есть для каких-то устройств, когда система долго работает, последние пакеты могли быть и назад, и неделю назад. Поэтому синеньким выделены те пакеты, которые были доставлены за последний час. Просто, чтобы вы понимали, вот это как бы свежак, а вот то оно не свежее уже. Цветом красным выделена неуспешная доставка. Черный и зеленый – это успешная доставка. Зеленый – это 100 миллисекунд. Здесь обратите внимание, что в 10-миллисекундных единицах все показано. Поэтому, когда вы видите, например, двоечка – это 20 миллисекунд на доставку. Это на самом деле не просто на доставку, на включение. Это столько нам потребовалось, чтобы доставить и получить ответ, что да, пакет дошел. То есть на самом деле устройство могло включиться через половину этого времени. Там, где вы видите цифры, например, 12-12, это значит, что прошла 0,1 секунда на включение. Это обычно свидетельствует о том, что задействована маршрутизация. При этом есть вот такие цифры в 200-300 – это 2-3 секунды. Это Explorer Frame. То есть, когда вы видите задержки больше, чем секунда, это в большинстве случаев Explorer Frame, значит, что к этому устройству мы не смогли достучаться, контроллер сам даже не смог достучаться по выбранным им маршрутам. Обратите внимание, что эта статистика доставки. Она только по отправке от контроллера к этим устройствам. И поэтому здесь у нас нет, например, информации о том, что нам, наоборот, узлы эти отправляют. То есть это статистика именно доставки пакетов. И видно, что какое-то устройство, с ним пробовали связаться много раз. Последний раз это был день назад. И те попытки были безусочными. Также видно, что у нас есть устройства, для которых 100% пакетов доставлено, есть устройства, до которых не доставлено… Ну, в данном случае это просто устройства, для которых не была набрана статистика, поэтому у них показатель доставок 0. Но если бы это были устройства, которые нормально работают и к которым отправлялись пакеты, и статистика была бы не нулевой, то в этом случае процент доставки говорил бы о том, что пакеты не всегда доходят. Это часто видно, как несколько, например, красный-красный-черненький, красный-красный-черненький. В этом случае вы сразу понимаете, что доставляется не каждый пакет, а там каждый третий, например. Это говорит о проблемах. На устройства, у которых показатель ниже, чем 95%, стоит обратить внимание. Это означает, что у них действительно есть проблемы, ими надо позаниматься. Здесь просто приведена легенда, которая поможет вам разобраться, что есть что, но, в принципе, эта же легенда есть в интерфейсе. Как интерпретировать все это? Как вы поняли, уже большой процент неудач – это потери. Множество черных чисел – это длительная маршрутизация. Числа больше 200 – это Explorer Frame. И наличие большого количества красных чисел – это большая потеря. Все красные – это с большой вероятностью устройство просто недоступно. Также стоит заметить, что если у вас используются какие-то флирс-устройства, то есть, исполнители на батарейках, например, дверной замок, то для него статистики доставки будут всегда для первого пакета стоять значение 100, то есть, одна секунда. Стока будет требоваться для того, чтобы доставить пакет устройств, которое спало, и мы его пробуждаем. То есть, эти устройства пробуждаются в течение секунды – это нормально. Такой проблемой заниматься не стоит. Это даже не проблема. Карта сетей – это карта взаимосвязи между устройствами. И здесь видно, вот эта сеть, такая достаточно большая сеть, в которой, видите, тут более 30 устройств, я думаю, даже под 40. В карте сетей показано, кто кого непосредственно видит, то есть, у кого с кем есть прямая связь. Если ячейка зеленая, то это означает, что есть прямая видимость. Если красная, то прямой видимости нет, но это не означает, что устройства не смогут общаться. Это означает, что они непосредственно не могут друг с дружкой поговорить, но через маршрутизацию. Малое количество зеленых квадратов о плохой связанности сети. Поэтому, вступить к правилам, чем больше зеленого, тем лучше. Но понятно, что все зеленое может, потому что устройства не могут быть все непосредственно в прямой видимости. Эта карта показывает вообще возможные связи между устройствами. Она не показывает, какие реальные связи используют. Маршруты на этом же экране можно обновить. Есть кнопка обновления. Обновлять можно индивидуально для конкретных устройств. Обратите внимание, что при этом, на самом деле, только контроллер обновляет у себя данные. Это не значит, что устройству прилетают новые маршруты. Это лишь обновление данных для контроллера. Также обратите внимание на то, что точечка означает прямую ассоциацию между устройствами. В данном случае у меня только ассоциация всех устройств с контроллерами на этом экране. Поэтому здесь точечки есть только в первом ряду. Если бы была ассоциация между какими-то другими устройствами, то на перекрестии стояла бы соответствующая точка. Если в этом месте, где стоит точка, кроме связи с контроллером, сама ячейка красная, это означает, что устройства ассоциированы, но при этом прямой связи между ними нет. Помните, мы говорили о том, что если устройства ассоциированы друг с дружкой, то в большинстве случаев, они находятся на удалении друг от дружки. И к таким ассоциациям следует отнестись внимательно. Ну, соответственно, ассоциации, которые в первом ряду, в первой колонке, точнее, в первой колонке, там... Это ассоциации с контроллером, и там, очевидно, всегда будет маршрутизация, потому что не все устройства находятся в моей зоне видимости. Так, прошу прощения, буквально на 10 секунд я прервусь. Так, алло. Итак, едем дальше. Карта... Вот эта карта соседей, она нужна, на самом деле, скорее для... Ну, вот, во-первых, для того, чтобы посмотреть на тех, у кого есть прямая ассоциация, и при этом ячейка не зеленая. Это, в общем, достаточно редкий случай. В современных контроллерах все остаются делать все связи и всю логику через... ...контроллер, и по этой причине в основном прямых ассоциаций между устройствами уже особо и нет. Обновлять маршруты здесь можно, и в некоторых случаях нужно, но сейчас, вот, в новой версии, полностью по реорганизации сети, которая делает, на самом деле, все это за вас. Она сначала опрашивает полностью все устройства, потом задает им всем новые маршруты, в общем, делает все полностью за вас. Также здесь можно смотреть, когда последний раз обновлялся маршрут. Это полезно для того, чтобы понять, батареечное устройство, оно рассказало о своих соседях или нет. Потому как устройства, они обычно спят, так как маршруты обновляются... Ну, например, вы это можете поставить делать регулярно раз в неделю, по ночам, то понятно, что для всех устройств, которые на постоянном питании, или флирс-устройств, маршруты все полностью обновятся в реальном времени. А вот батареечные устройства, они расскажут о себе и примут новые команды только после того, как они проснутся в следующий раз. Поэтому здесь вы просто можете еще видеть, обновились у них маршруты или нет. И теперь переходим к самой, на самом деле, сложной и классичной вкладке, которая называется «Карта маршрутов». Чуть позже, ну, в конце презентации мы, наверное, пройдемся по этой вкладке чуть более подробно уже в реальном времени, а не в режиме презентации. Ну, здесь я расскажу вкратце чуть такое, что за ужасы у меня сейчас на экране, и как это все использовать. В контроллерах «The Way» есть возможность получать информацию о том, как реально появляются данные, и как реально они принимаются, то есть по какому маршруту. Так как контроллер выбирает самостоятельно путь отправки, то он всегда точно знает, как был отправлен тот или иной пакет, к тому же он знает, где у него какие были проблемы при отправке. Когда мы получаем пакет, все примерно аналогично, мы всегда знаем, по какому пути он пришел. Мы не знаем, какие пакеты отправлены, которые до нас не дошли. То есть, этой информации, конечно же, у контроллера быть не может, так как пакеты не дошли. Но для тех пакетов, которые дошли, мы точно знаем маршрут, по которому они следовали, так как пользуется маршрутизация по отправителе, то есть информация о маршруте записана в самом пакете. Здесь видно, серенькое специально выделено, это контроллер номер один. И здесь сейчас мышка на этом экране наведена на узел номер одиннадцать. И перед вами все варианты маршрута, которые используются для того, чтобы стучаться от первого до одиннадцатого. Звучит, но выглядит это все ужасающе. Если вы посмотрите справа, где красный кружок выделяет маршруты, то маршруты к узлу. Видите, они с четырьмя прыжками, то есть с петь на 46 и 46, он очень большую роль играет здесь. Дальше второй, тринадцатый, седьмой и одиннадцатый. Вот на этом экране показаны исходящие маршруты от контроллера, а вот на этом экране входящие. То есть устройство нам умудрилось отправить разными способами. Вот за время набора статистики мы получили пакет от этого устройства вот такими различными маршрутами. Здесь сразу важно обратить внимание на то, что у нас есть на этом экране карта, на которой мы с вами расположили. То есть вам нужно будет расположить эти узлы самостоятельно. Располагать их, естественно, надо не по тем, по местам, чем они управляют, например, свет, а по тому, где они непосредственно установлены. Это куда более важно в данном случае. Это просто легенда, которая позволяет вам понять, что вообще тут нарисовано. Ее можно скрыть. И аннотация справа разделена на три части. Информация об отправителе, то есть в данном случае об узле номера 10. Здесь статистика всегда про общение различных узлов с контроллером, поэтому всегда у нас здесь отправитель, он же получатель, это какой-то узел в сети. Информация о том, является ли он маршрутизирующим, жив ли он, и какие у него ассоциации есть. В данном случае он только с контроллером ассоциирован. Информация о его маршрутах, информация о том, для кого он маршрутизирует в данном случае, для кого он не маршрутизирует, поэтому здесь пусто. И коэффициент доставки, то есть сколько пакетов ему было успешно доставлено. Процент смены маршрутов. В данном случае маршрут использовался только один всегда, поэтому ноль. Это очень хорошо. Это означает, что маршруты никогда не менялись при отправке. Это прекрасно. И коэффициент ExplorerFrame. Коэффициент ExplorerFrame – это количество пакетов, доля пакетов входящих, то есть наоборот от узла к нам, которые были с флагом ExplorerFrame. То есть узел искал нас, ну вот этот узел 11, устройство 11, искал нас, перебрав уже несколько маршрутов. То есть видно, что у нас устройство не просто кучей разных способов нам пытается доставить информацию, так оно еще и перебрав эти маршруты, периодически в 19% случаев не сумело доставить, после чего использовал ExplorerFrame для выбора нового маршрута. Этим и обусловлено обилие маршрутов, потому что, видите, тут очень много маршрутов, тут целых раз, два, три маршрута с четырьмя узлами, что вообще говоря плохо. И поэтому они то или то не работали, ну, например, дверь открыта, дверь закрыта, там на пути где-нибудь вот здесь в коридоре, да, и это приводило к тому, что вот связь между тем, например, то была, то не было. То там человек стоял посередине, маршрут не сработал, в процессе перебора никак доставить не смогли, и отправили ExplorerFrame для того, чтобы найти новый маршрут. Все, узел 11, устройство 11, выбрал новый маршрут, запомнил его и в дальнейшем использует. То есть, это достаточно плохая ситуация. Теперь, вот понятно, что вот на эти три числа, помимо того, что надо смотреть на то, сколько здесь вообще маршрутов и какие они, можно смотреть на вот эти три числа. Ниже находится статистика по тому, что вообще за данные у нас здесь. Данные эти, опять же, как и со статистикой доставки, собираются непрерывно. То есть, это реальные данные, не какие-то тесты, а это реальные данные того, что гуляет по сети. Хранится 5000 пакетов, ну, там на самом деле не ровно 5000, оно склоняется от 5000 до 5100. Это экономить, писать каждый раз. Пишется только каждые 100 пакетов, эти данные сохраняются. И видно, что все собранные данные, это за последние 10 часов. То есть, за 10 часов было отправлено 5000 пакетов. Это, в общем, такая абсолютно штатная ситуация. Видите, получается 500 в час. Это не очень много. Там 10 пакетов в минуту, да, это не очень много. Это какое-то спокойное время. Если днем, когда работают датчики, когда включается-выключается свет, 5000 пакетов могут набраться за буквально 2-3-4 часа. И также тут видно, что в собранных данных нет информации о общении с этими узлами. Это говорит о том, что про них, вот здесь конкретно сейчас, ничего сказать нельзя. Если вы хотите поднабрать данных, вам надо зайти в любую вкладку, где вы можете отправить данные к этим устройствам. Ну, например, отправить им запрос или поуправлять ими. Соответственно, эти данные, эти пакеты во время общения с этим устройством попадут в статистику. И обновить данные вы получите даже данные с информацией об этих узлах в том числе. Мы рекомендуем не пытаться собрать какие-то, например, делать тесты и отправлять тестовые какие-то пакеты на устройства, чтобы оценить, собрать карту маршрутов. Потому что тестовые пакеты, они всегда меньше, меньше, чем, что называется, боевые. У них чуть-чуть меньше данных, несущественно, но меньше. И они отправляются обычно подряд, в то время как, ну, то есть, у нас контроллер, во-первых, не занят никем, они отправляются подряд, используют постоянные люди один и тот же маршрут. Здесь же это пакеты реальные, которые отправляются завзором по времени, между ними контроллер и что-то у себя, выбрать какие-то другие маршруты. То есть, это вот то, как он реально живет, как он реально работает. И здесь видно, что безумие полное творится. То есть, когда вы смотрите на это, понимаете, упс, теперь понятно, почему все так плохо. Когда вы видите такую паутинку в качестве связи, то вы понимаете, что плохо. Это нужно заниматься. Также обратите внимание, что толщина линий, вот здесь, она говорит о проценте использования этих маршрутов. О этом сейчас подробнее расскажу. Для того, чтобы вообще этой схемой нормально пользоваться, рекомендуется для начала загрузить, естественно, картинку. Это делается там сверху, раскрывается шапочка, в ней есть кнопочка загрузить. Изначально все узлы в кружочек расставлены, контроллер в центре, все устройства ваши по кругу расположены, потому что контроллер не знает, на самом деле, где они. И после того, как вы загрузите картинку, схему вашего дома, офиса, квартиры, вы можете нажать на соседнюю кнопку «Подвигать узлы» и расположить их правильным образом. После этого карта станет хоть сколько-нибудь информативной, а не просто красивой какой-то мистической картинкой с кружочками, расставленными по кругу и паутинкой. В верхней шапке, которая на предыдущем экране была, нужно еще выбрать, что показывать. Вы можете показывать маршруты входящие, маршруты исходящие. Также вы можете видеть всех соседей или вообще все связи в ТЕ. Для удобства можно использовать клавиатуру для того, чтобы переключаться между этими кнопками. Продолжение следует... Так, алло, алло, есть ли звук? Все, непонятно какая-то проблема, периодически вылетает. Так, поехали дальше. Воспользуемся, наверное, паузой, чтобы ответить на ваши вопросы. Продолжим после этого дальше. Значит, по вопросам, которые набрались... В чем смысл ассоциаций? Почему... Ну, вопрос, да. В чем смысл ассоциаций? И почему обсуждать, что это архаичная связь между устройствами? Это не архаичная связь. Просто во многих случаях инсталляторам хочется сценарии, во-первых, писать какие-то сложные, чем просто включить, выключить, ударить датчику. В этом случае, кроме как работы через контракт, вариантов нет. Я бы рекомендовал везде, где можно обойтись прямыми ассоциациями, обходиться именно ими. Нельзя это сделать в, на самом деле, только двух случаях. Первый – это когда у вас слишком сложный сценарий, который требует времени или требует информации об остатусе других устройств и так далее. То есть, какой-то сложный сценарий. Второй случай – это когда у вас устройства имеют разные режимы шифрования, и из-за этого прямая связь между ними вообще невозможна, потому что одно, например, не шифрованный датчик, а другое – исполнитель, он с шифрованием, а еще круче – с два шифрования. И в этом случае вы не можете их связать напрямую, потому что устройство, которое использует шифрование, оно не примет не шифрованную команду. Более того, оно не примет команду, которая на... Она будет применена как те команды, которые на самом высоком доступном ему уровне шифрования. Ну, это речь идет про S2, где вы можете несколько ключей выдать устройству. И поэтому ассоциации не всегда возможны. По поводу того, что при заходе в некоторые вкладки, ну, вот в частности, вот эту вкладку «Карты маршрутов» пишется, что ваше устройство требует обновления прошивки, и не имеет возможности дополнительного сбора данных. Потом вернитесь, мы презентацию эту разошлем. Вернитесь потом на... ...и как обновить ваш стик. Так, и... ...и что в карте маршрутов можно переключать картинку с разными режимами. Это режим показывает входящие маршруты, режим показывает исходящие маршруты к данному узлу. Также есть режим, который показывает соседей угла, прямая связь в соответствии с картой соседей, которая была до этого. И также вообще все доступные маршруты, но в больших домах этого лучше не делать, потому что там все будет прям мясо, куча разных линий, ничего не понятно. Толщина... Да, прерывистость линии пропорциональна потерям. То есть, если вы видите линию, которая прерывистая, пунктирная, это означает, что на ней происходят потери на этом сегменте. Контроллер собирает кучу информации о том, как доставлялись те или иные пакеты, и дальше собирает по каждому сегменту, между каждыми двумя узлами, собирает, сколько раз использовался этот сегмент, и какие на нем потери были. И чем более прерывистая линия, тем больше, значит, потерь было на этом сегменте. То есть, вы воспринимаете это как отсутствующую связь. Или нежелательную в использовании вообще. Если... Ну, опять же, это для вас из-за того, что стоит подвинуть устройство, расправить антенну, или сделать еще что-нибудь такое. Толщина линий пропорциональна частоте использования того или иного сегмента. Значит, если вы смотрите на карту всех маршрутов, то там самые-то линии будут те, которые вообще, в принципе, чаще всего используются. Когда вы смотрите на карту входящих и исходящих маршрутов, то вы видите толщину линий относительно только этого пути между... Ну, только связи между этими двумя устройствами. Поэтому там есть маленькие линии. Это значит, что они редко использовались. И толстые, которые больше всего используются. Размер узла показывает, что только он много раз попадал в маршруты для других устройств. То есть, чем больше пакетов прошло через тот или иной узел, тем больше он будет показан на карте. И вот эти большие узлы, которые на карте отображены как крупным размером, понятно, что их отключение является крайне нежелательным, потому что через них проходит больше всего маршрутов. Это значит, что куча маршрутов развалится, что на карте будет полная перестройка маршрутов устройствами через технологию эксплуатации HorrorFrame. Ну и понятно, что без схемы помещения дело на самом деле относительно бессмысленно. То есть, изучать маршруты имеет смысл в том, только нанеся их на карту. Нет такой информации, у каких устройств меньшее же уже нет. но пока что будет до этого, не проживать. То есть, вот это и есть несколько минут. чтобы предстоит, что проживать в другом. То есть это вот так и кстати, где у нас оставляем, это запретение. Опять же, видно крупные узлы, которые чаще всего участвовали в пересылке. 1, 38, 22, 43, как предпочтительный маршрут на этом пути. Так, где-то была соответствующая картинка с этим, а, правильно, эта картинка будет позже, то есть вот запомните, вот вы увидите его же с выбранными маршрутами. Так, мы уже почти закончили с диагностикой, есть экран фоновый шум, фоновый шум показывает, видите, тут достаточно большой период собран, показывает уровень шумов фоновых. Всплески говорят о том, что не ремешало, что воспринималось нами как шум, как шум могут восприниматься в том технологии не ZedWave. То есть это не обязательно именно шум-шум, а это просто в том числе другие технологии, которые ZedWave устройство декодировать не умеет. Тут два канала, у ZedWave в России и в Америке два канала и три канала там в Японии, Тайване и так далее в нескольких странах, поэтому там будет три таких графика. Здесь видно, что в некоторых случаях эти пики, они даже одновременно происходят, то есть это явно какой-то на соседних частотах, это явно какой-то передатчик, который хорошо так шумит для ZedWave. Если бы он шумел непрерывно, то связь была бы очень сильно подпорчена. Редкие всплески в принципе не очень страшны, если они чистоколом, ну видите между ними там период огромный, 4 часа, 3 часа, 4 часа. Страшно, если бы здесь был чистокол из всплесков, либо в принципе шума был не на уровне ниже 80, а на каком-то уровне 70, 75 или даже хуже того, 65 или 60, то это бы говорило о проблемах в эфире. И в этих случаях нежелательно использовать ZedWave. То есть воспринимайте так, что все, что выше 80 дБ, уже начинает влиять на связи и уменьшать расстояние, на котором контроллер видит устройство. Это значит, что удлинять маршруты при пакетах. Наличие всплесков до минус 50, минус 60 дБ или хуже того, общий уровень говорит о том, что ZedWave не надо использовать. Опять же, вы можете использовать контроллер в качестве средства детектировать источник шума, если вы подозреваете, что он где-то у вас, особенно если фонит достаточно сильно. То монитор в реальном времени с задержкой в 10 секунд обновляет эту информацию. И это было такое, что устройство внезапно начинало... И это оказывалось ZedWave устройство, которое просто с глюками. И такое устройство, когда было выключено, то уровень шума сразу же пропал. То есть бывает такое, что... Вот на нашей практике было буквально 2-3 раза, что какое-то устройство выдавало очень большой фоновый шум в эфир, ZedWave устройство. При этом его просто выключили-включили заново и все заработало. Статистика передатчика. Здесь показаны информации о количестве полученной контрольной суммы против ненормальной контрольной суммы. Вот здесь эта тестовая сеть влияет очень сильно или там шумы. То есть наличие соседних сетей влияет, либо шумов, соответственно. А здесь показано влияние соседних сетей, которые нормально были пакеты получены и декодированы. То есть, например, в данном случае видно, что 70% пакетов, увиденных в эфире, это пакеты из сети данного контроллера. А еще пакетов пакетов это данные соседних сетей, но в данном случае это просто тестовые сети, поэтому не обращайте внимания. В многоквартирных домах это просто будет означать, что рядом есть другие пользователи Zedway. В принципе, в этом нет ничегошного. Просто надо понимать, что у вас есть занятый эфир. Вот эти числа говорят о том, сколько всего было пакетов и сколько раз нам приходилось, передатчику приходилось уходить в ожидание занятости эфира. Но эти числа обычно не должны отличаться больше, чем в два раза. Если они отличаются, это проблема. В общем и целом, наличие, обычно наличие бонного шума приводит к большому количеству ошибок контрольной суммы. И большая загрузка эфира приводит к большому количеству вот этих вот бэк-офф пакетов. То есть, ожиданий доступности эфира. Эти числа, надо сказать, не всегда просто интерпретировать, поэтому мы на них останавливаться сильно не будем. Это уже детально, под каждый конкретный случай надо изучать. Ну, в принципе, да, вот этот бэк-офф как раз говорит о коллизиях, то есть, о столкновениях между устройствами, когда эфир был занят. И, ну, обычно это как бы не страшно, то есть, достаточно нормальная ситуация, когда устройство, пытаясь открыть, увидело, ой, эфир занят другим устройством, окей, я прошу, и возвращается через некоторое время. Анализ трафика. Это последняя из анализа. Дальше у нас будет быстро несколько слайдов про то, как вообще все это лечить. Анализ трафика позволяет увидеть вам в реальном времени, либо есть вкладка еще «История трафика». Здесь видно, какие пакеты приходили, либо уходили. И в инкапсуляции видно, что за пакеты. Ну, S это, например, шифрование, это не очень принципиально. Здесь реальные данные показаны, то есть, вы можете изучать, какие пакеты отправляются. Показан уровень шума, не шума, извините, уровень сигнала, на котором мы получили. И от кого кому. Ну, и в том числе, если эта передача идет от нас, то, точнее, к нам, то мы видим скорость. Сейчас, это от нас, или к нам, нет, это от нас. Да, то мы видим скорость отправки. Здесь также указаны маршрутизаторы, но в данном случае их нету, поэтому стоит прочерк. Когда они есть, то стоят реальные маршрутизаторы, которые участвовали в этой передаче. Это, в том случае, если вы хотите понять, а вот нет, то есть, вы открыли, отодвинули магнитик, и смотрите, у вас свет не включился. Вы смотрите сюда, вообще пакет пришел или не пришел. Если вы видите пакет, и, например, вы видите, вот отчет, в этом случае это switch binary, отчет данные. Ну, здесь, соответственно, if of, это, там, 0, это выключить. Ну, вот, например, sensor binary report. Состояние и тип датчика. В данном случае 12, ну, c это 12, это датчик 2, я сработал. Вы сразу понимаете, ага, окей, я пучил, более того, тут даже два раза. Вот. И у вас сразу есть, что, хорошо, данные дошли до контроллера, дальше надо понимать, там, почему на контроллере, например, там, что-то, ну, не произошло, да, например, не произошло включение. Почему не произошло, а, вот даже пакета нет такого. Раз нет такого пакета, значит, это проблема сценария. Если же вы здесь видите, что был такой пакет, но он, например, не доставлен, значит, это уже проблема сети. Вот. То есть, этот экран позволяет более точно понимать, что вообще приходит на контроллер и уходит с контроллера. и анализировать, это вот прям в истории, вот в такой. Ну, полезные данные можно изучать, чтобы понимать, вообще, кривили данные, ну, данные отправляют, некоторые устройства ведутся, там, бывает странно. И поэтому тут можно, в том числе, диагностировать проблемы со связанной совместимостью устройств. В том числе, там, например, понять, почему прямая ассоциация не работает. Ага, мой датчик отправляет, например, не такую команду, которую ожидает руки воды, например. Вот. Значит, мы поговорили о том, какие есть проблемы, и сейчас поговорим о том, как их исправлять. Значит, исправлять, ну, если устройства были отключены, обесточены, их надо вернуть. То есть, если у них села батарейка, ее надо заменить. Тут, очевидно, никаких особых комментариев вам на этот счет, наверное. Добавление маршрутизаторов в проблемные места. Тут тоже понятно, если вы видите на карте, что у вас много прерывистых линий в каком-то, там, на стыке, там, одной части дома и другой части дома. То посередине, где у вас много прерывистых линий, на карте маршрутов надо подобавлять маршрутизаторов. Карта маршрутов позволяет вам понять, куда их добавлять. И назначить... Также вы можете назначить предпочтительные маршруты и провести реорганизацию сети. Помните, мы до этого указывали вот эту же картинку, где было видно, что вот этот маршрут 1-й, 38-й, 22-й является наиболее толстым и наиболее, скорее всего, оптимальным. Но в процессе, в качестве эксперимента был выбран, ага, давайте попробуем прямой маршрут через 38-й и сразу 23-й. Если внимательно присмотреться, то видно, что после того, как его назначили, этот маршрут, вот он здесь оказался предпочтительный маршрут, выделен жирным, то через какое-то количество пакетов выяснилось, упс, а он тут прерывистый, смотрите. Раз он прерывистый, значит, мы, наверное, сделали неправильный выбор, то есть эти устройства на самом деле друг друга плохо видят. Непонятно почему, вроде они близко, может быть, это ориентация антенн, еще какая-то... Опять же, это устройство находится в бетоне, и рядом железобетонные прутики. Это находится там в дереве тоже, может, у него там какие-то свои особенности расположения, и там на металлической подставке или еще где-то. И тогда мы должны перестроить маршрут и сделать его через 22-й узел. При выборе предпочтительных маршрутов, во-первых, не делайте это там, где это не нужно. То есть, человек, конечно, умнее машины, но слишком не стоит мешать системе работать, если она справляется нормально. Маршруты надо выбирать. Между теми узлами, где есть проблема. Выбирайте наиболее толстые, то есть самые часто используемые маршруты в качестве приоритетных. Конечно же, без прерывистых линий, то есть без потерь на этом маршруте. И старайтесь проходить маршрут через такие устройства, которые клиент не унесет. Потому что если вы сделаете предпочтительный маршрут через какое-то устройство, которое легко отключите, человек с большой вероятностью это может зато лучше так не делать. Потому что иначе вы самая приоритетная часть маршрута сделаете, создадите еще больше заведомо нерабочных маршрут, будет пробоваться каждый раз. Маршруты можно установить между любыми устройствами, то есть в том числе, когда есть прямые ассоциации. В том числе можно сказать, прямой маршрут использовать, то есть без репитеров напрямую отсылать. На карте они будут тоже показаны, и внизу на этом же экране есть список всех установленных на данный момент маршрутов. Ну и понятно, что устройства на батарейках, их надо разбудить для того, чтобы они приняли эти маршруты. Вторая часть лечения проблемы – это реорганизация сети. Ее вообще рекомендуется запускать один-два раза в неделю по ночам, потому что, как вы увидели, последний использованный маршрут, последний удачный маршрут, то есть last working route, он может быть перезаписан вследствие того, что другие маршруты не получилось, по ним пройти и так далее. И реорганизация сбрасывает вот этот кэш и возвращает все к исходному положению. Что делает реорганизация? Она на самом деле не просто заново маршруты отправляет, а она проводит опрос соседей, то есть с каждого узла спрашивает, кто твой сосед. После этого, используя информацию о выбранных вами приоритетных маршрутах, отправит 4 маршрута, включая вот этот приоритетный, на каждое устройство. То есть вычисляет новые маршруты, если есть приоритеты, будет первым, и отправит это дело на… устройство. Это процесс достаточно длительный, то есть реорганизация сети, это, ну, там, когда у вас 40 узлов, это может занять, если мы исключим батареечное устройство, занять там минут 5. Если нет умерших устройств, если они есть, то это может и все пытаться много раз достучаться до устройств, которых нет, и они будут искаться и так далее. Батареечные устройства будут обновляться по мере того, как они будут просыпаться. Ну и рекомендуется сделать регулярным, ну, либо просто делайте это периодически, заодно смотрите, как это влияет на карту, то есть через несколько часов, там, в этом случае, например, 10 часов потребовалось, чтобы набрать новые 5000 пакетов, через, например, 10 часов или там через полдня вы можете вернуться на карту маршрут и посмотреть, как она изменилась. Ну, вот реорганизация сети, она вот, вы нажмете на play, она будет показывать процесс. Переделано на новой версии, которая выйдет в отдельник, поэтому пока можете на нее на текущую не смотреть. В самом начале упоминалось, что все это счастье можно использовать с другими контроллерами. Для этого в настройках остановите the way и в настройках поменяйте автоконфиг, выставьте значение в ноль в файле настроечном и вот второе поле, try to become sys, тоже. Это файл, на самом деле, в который, скорее всего, там, особо никогда не заглядывали и даже не видели, что он существует. В нем базовые настройки движка. Первое отвечает за автоматическую настройку в процессе интервью, то есть, если устройство, там, какой-то класс команд прошел интервью, то дальше the way пытается настроить устройство так, чтобы ставиться в ассоциации везде, стать тем, кого уведомляют о пробуждении и так далее, и так далее. То есть, какую-то базовую настройку провести. Второй же флажок означает, пытаться ли стать запасным бэкап-контроллером сети. Если вы не уверены, то тоже выставьте это в ноль. По умолчанию the way, когда добавляется в сеть, если вот этого sys-контроллера нету, то он автоматически становится. Но почему надо выставить в ноль? Потому что если вы унесете sys-вей после этого, то это, как кажется, проблемой для текущего первичного контроллера. sys фактически, ну, если the way станет sys-контроллером, он фактически станет первичным, на самом деле. Для того, чтобы использовать the way, после того, как вы отключили вот эту автонастройку, the way будет фактически просто как контроллер, как устройство, которое по совместительству является the way-контроллером, но никакой роли оно играть не будет в сети. Это будет так называемый вторичный контроллер. И в этом случае the way будет показывать, в принципе, всю ту же информацию, что и раньше, кроме того, что надо понимать, что большая часть статистики собирается на основе команд, которые к контроллеру the way и исходят от него. Поэтому, например, входящих пакетов будет сильно меньше, просто потому что уведомления от различных устройств будут приходить на тот контроллер, который используется у вас как основа, например, Fibara, CompCenter 2. Некоторые устройства позволяют в группу Lifeline, это та группа, в которую приходят уведомления и статусы. Если туда можно добавить больше, чем одно устройство, то можете добавить туда the way, как второе устройство в эту группу. И тогда the way тоже начнет получать эти пакеты, и сбор статистики будет более интересным. Также надо понимать, что, например, в вере есть тоже реорганизация в сети, кнопочка, она делает практически там все то же самое, что the way делает. Лучше the way использовать только для анализа в этом случае и не пытаться сделать реорганизацию сети, потому что иначе оба контроллера будут пытаться по-своему перенастроить устройство. Опять же, все предпочтительные маршруты, которые вы настроите с the way, при следующей же реорганизации будут стерты контроллером вверх, и поэтому используйте только для аналитики в этом случае. В принципе, сейчас the way является полноценной заменой тому, что раньше называлось the way for lines CIT, Certified Insular Tool. Сейчас CIT уже перестали производить, об этом, скорее всего, будет анонс в какое-то ближайшее время, и с него будут просто рекомендовать использовать the way, и, как вы видите, абсолютно со всеми теми же фишками. Единственное, что дополнительное появится, это возможность в том числе видеть пакеты, которые пролетают мимо контроллера и не предназначены ему. Вот. На этом все. Надежных вам сетей. Сейчас готов отвечать на ваши вопросы, и после этого мы даже расскажем о том, что у нас предвидится в ближайшее время, какие дополнительные улучшения и изменения софта. Ждем ваши вопросы пару минут. После этого, давайте, наверное, пока вы пишите, сейчас я открою вкладку, где вы их пишете. А, не показали, как вручную прописывать маршруты. Сейчас покажем. Сейчас. Как добавить вторичным контроллером the way? Просто добавьте его в сеть, как обычное устройство. У ЗВ есть целей. Сейчас перейдем в интерфейс. В интерфейсе ЗВ в управлении. Есть привычные нам кнопки добавить и исключить устройство, но также можно добавиться в сеть. Сейчас нельзя добавиться в сеть, потому что этот контроллер является первичным. В нем добавлено устройство, для безопасности отключено. Если нажать на сброс контроллера, кнопка красная сотрет все. У вас с контроллера сотрется информация обо всех устройствах. После этого эта кнопка будет доступна. Нажав на нее, контроллер перейдет в состояние добавления в другую сеть. А на том контроллере, который является первичным у вас, например, Home Center, просто добавляйте на устройство. ЗВ при этом будет просто устройство, у которого, конечно, контролов появится, в Fibar, например, которые надо будет, скорее всего, скрыть. Но существенно это никак не повлияет ни на что. С вашего позволения, вот этот черный прямоугольник повисит. Мне зато удобно читать. В первичном контроллере вторичный будет упражаться, как много реле-шек, и ЛЗВИ может принимать значение, как будто бы оно реле. Но на это не обращайте внимания, он на самом деле никак особо отображаться не должен специальным образом. Количество большого бэков в вашем случае, если оно в два раза превышает количество пакетов, по-моему, не в два, а в вашем случае, если я правильно читаю ваши цифры, то у вас это 0 в 5 раз превышает. Нет, у вас наоборот, у вас больше пакетов, чем бэков, поэтому все хорошо наслаждайтесь. То есть количество отправленных пакетов сильно больше, чем бэков. Бэков это как раз, когда контроллер запнулся при отправке и не смог с первого раза отправить. Теперь про реальную карту. Значит, смотрите, идем в маршрутов, вот загрузилась карта, я сейчас сверху раскрою вот эту плашку, скрою описание, чтобы оно нам не мешало. Вот у нас есть карта, вот тут можно вводить, вот все то, что вы до этого видели, вот оно отображается, ну вот тут куча разных маршрутов. Вот видно, кстати говоря, видите, маршрут, который я специально вчера был желтеньким, да, это приоритетный маршрут. Маршруты, они стали тоньше, чем то, что было в время вниз, собранное там за 5 часов. Вот за эти 5 часов практически все пакеты, которые дальше, эти кнопочки, ну, во-первых, назначить маршрут, сейчас я покажу, крюклица. Разрешить перемещение узлов, это как эти, то есть вы можете там начать двигать любые эти узлы, чтобы расположить их на карте. Анотацию тогда карты будет побольше, но у вас пропадет достаточно ценная аналитика в аннотации. И переключение между вот этими режимами, как я говорил, их можно делать кнопкой, специально, чтобы мы узла, например, ой, например, вот этот четвертый, вот этот узел, как раз, который мы исследовали, в входящей линии почти все пакеты теперь стали ходить именно по такому пути. Опять же, вот, например, у нас, сейчас я посмотрю, какие-нибудь есть у нас устройства интересные, в котором разные маршруты, ну, вот тут видно, да, видите, немножко по-разному ходят, по-разному толщина меняется. Входящие, исходящие, это я прям сравниваю, они по-разному работают. Вот это тоже, вот это входящие, вот это исходящие. Обратите внимание, что вроде хоть устройство находится и в одной комнате, то вдоль стены, одно в стене 38-ое, другое оно в окно. Она на самом деле напрямую плохо работает, она значительно лучше работает на через какие-то промежуточные устройства. Но, видно, что вот устройства 17-38 у них, вот видите, вот, вот, этим тоже стоит заниматься. Давайте посмотрим на количество пакетов устройствами и нажать на кнопку Enter. Тыкаем между устройствами, например, вот я хочу вот эти связать таким образом. На кнопку Enter маршрут записан вот проверим, куда а он не заперет. Я сейчас проверим еще разок, чик, чик, все, я понял. и мышка немножко удобно пользоваться. маршрут записан здесь, вот он появился 1-17-38. Здесь же я его могу удалить в случае, если он мне больше не нужен. при этом контроллер при добавлении и при удалении контроллер сразу же отправляет информацию не постройство, плюс сохраняет у себя того, чтобы в последующем реорганизации сети показывала, ну, отправляла устройство этот маршрут. Ну, соответственно, теперь вот видно, что мы выбрали маршрут, кстати говоря, видите, он с пунктирчиком, поэтому я плохой маршрут выбрал, надо выбрать другой маршрут. Ну, у нас здесь есть вот хорошее 46-е устройство, можно через него маршрут выбрать. Можно, кстати говоря, тоже обратить внимание, что не обязательно удалять маршрут, мы можем создать новый, сейчас, это я какой маршрут записал, один, так, сейчас, мы совладать с мышкой, вот, чик, вот, и он при этом заменил предыдущий маршрут к 38-му узлу на другой маршрут. Вот, вот, собственно, все о том, как работать с маршрутами, давайте еще раз почитаем ваши вопросы, потому что их стало очень много, так, 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 ну, вот, смотрите, на каких версиях, вот это версия 3.05, которая появится у вас в понедельник, поэтому, можно сказать, это вам рассказ из будущего. Так, про оффтопы, я думаю, мы, Никита, с тобой можем отдельно поговорить. в Raspberry можно использовать внешнюю антенну, есть комплектация Raspberry с внешней антенной, она существенно, чем встроенная антенна, дает хороший сигнал. ну, и, соответственно, позволяет тому Raspberry Пай поставить и не будет проблем с охлаждением в металлическом корпусе и антенна будет внешней. Так, что еще вы пишете? Я не успеваю так быстро. Так, так, так. если у вас два Counter-The-Way, которые, например, вы разнесли их по этажам, ну, там, по какой-то причине было принято решение поставить два и связать по Ethernet, то, так как они работают на одной частоте, они будут друг другу видны не как шум, а как другая сеть, то есть это не воспринимается как шум. Как шум воспринимается все, что не удалось декодировать. Ну, поэтому, и при этом очевидно будет каждый контроллер будет показывать такую статистику только для себя, то есть эта статистика не шарится при связывании контроллеров по сети. Так, про приложение сейчас расскажу. Можно ли использовать The-Way для того, чтобы в качестве вторичного контроллера и при этом настраивать на нем маршруты можно, но имейте ввиду, что если начнет настраивать маршруты основной контроллер, а их логика в этой части вообще неописана и неизвестна, то непонятно, как бы он может просто взять и потереть данные, которые установил The-Way. Поэтому, если вы сделаете, например, каждую ночь сделать реорганизацию сети, ну, тогда сколько-то маршрутов протянут. вообще про Fibara известно, что там есть реорганизация сети, извините, не про Fibara, а про Vero. И, насколько мне известно, если явно ее не запускать, то она сама запускаться не будет. Про Fibara, если честно, я вообще вам не смогу сказать, как у них внутри работает эта логика. Вполне возможно, по наследству как у Веры, а может быть вообще никак не работает. То есть, на этот вопрос я вам даже, к сожалению, не смогу ответить достоверно. Может быть, есть буру Fibara, которые смогут рассказать. Сколько часов, где выставить, сколько часов набирать статистику? Нигде. Еще раз повторюсь, это статистика набирает всегда 5000 пакетов. В принципе, число прям в сурсах можно поменять, если вы очень хотите, но молчание это 5000. И здесь сколько часов вам показано. Вот видите, у меня теперь потому что дневное время, то те же 5000 это уже 5 часов, дневное время это 10 часов, у вас 6 часов. Это просто вы можете понять, примерно пакетов в минуту у вас отправляется. Это не супер релевантные данные, в смысле непонятно зачем использовать, просто мы вам пишем, что это данные за последние N часов, чтобы у вас было понимание, чему равно это N. Так, сейчас я что делать если устройство не видится в радиусе? Так, еще раз, сейчас подождите, сложно, не сразу придется еще раз прочесть. если у вас разбили с внутренней антенной, то конечно может быть такое, что дальность меньше, чем, например, у фибара, у которого внешняя антенна. В случае если у обоих антенна внешняя, то существенной разницы быть не должно в дальности. В случае если она есть, ну, на самом деле сложно сказать, я не видел ни разу, чтобы там существенно как-то отличалась дальность у одного контроллера от другого, у них у всех примерно одинаково, и дальность на самом деле большей части зависит от качества исполнения антенны, а внутренности даже не так составляют. Может быть это проблема в том, что, например, если это хом-центр, то надо понимать, что они все до сих пор на третьем поколении, на третьем поколении скорость ниже, надежность побольше, но и большая вероятность ошибок контрольной суммы, а значит вероятность того, что у вас кривое число прилетит в показаниях датчика. Такое бывает. Например, бывает такое, многие на графиках FIBAR, датчика температуры, все окей, все окей, а потом 30 тысяч с чем-то. Это обычно ошибка контрольной суммы, которая с определенной вероятностью может привести к тому, что контрольная сумма сойдется при испорченных данных. На третьем поколении вероятность этого события это контрольная сумма 8 бит, поэтому несложно посчитать вероятность, которой контрольная сумма останется все еще той же. Это примерно 11 тысяч пакетов, с ними такое может произойти. При этом, если используется пятое поколение и 100 килобит, именно не просто 5-100 килобит, то тогда контрольная сумма используется 16 бит, то есть вероятность того, что она кажется неправильной маленькая, а при этом скорость выше, поэтому может быть чуть хуже дальность, такое в теории возможно, при сравнении контроллеров. Никит, вопрос не до конца понятен, поэтому либо кинь в личку, либо разъясни. Что выгоднее? Несколько розеток, куча розеток, куча контроллеров, связанных по Эзернету. Вопрос очень непростой. Дело в том, что когда вы используете контроллеры, связанные по Эзернету, вы, во-первых, уменьшаете связанность сети, но у вас сети меньше становится, что в принципе на самом деле и лучше, меньше маркетизации, но зато у вас появляется такая проблема, что вы не можете делать один пульт, с которым можете ходить по дому, например. Потому что в одной части он будет работать как в своей сети, а в другой не будет, потому что там и не его сеть. Поэтому в некоторых случаях это просто не очень приемлемое решение. Насколько влияет производительность Raspberry Pi на работу сети The Wave и вообще на Soft The Wave? Никак. Дело в том, что если вы посмотрите на то, как работает по The Wave, то оно на Raspberry Pi третьих редко, даже на третьих, я уже не говорю про четвертых, редко занимает 10% процессорного времени. и поэтому мощи Raspberry Pi третьих за глаза хватает, а уж четвертый тем более для этого софта. Да, может ли зависеть, Никит, вопрос понял, может ли зависеть, бывает несовместимость между устройствами, например, на уровне того, что у одного устройства какая-то определенная SDK, которая по какой-то причине несовместима с SDK другого устройства, например, контроллера. Такие случаи бывали раньше, в принципе, это большая редкость, такое сочетание, мы такое видели, но это редко, и вероятность это очень мала. Все контроллеры, да, все контроллеры, обычно, если в ZWay автоконфигурацию можно отключить, если не отключить, то ZWay, как и все контроллеры, пытается все устройства назначить на себя, потому что цель контроллера максимально завязать всех на себя, понимать, иметь все статусы. Дело в том, что группа ассоциаций Lifeline, устройство ZWay Plus, это группа номер один, она сделана для того, чтобы получать статусы максимально быстро. Соответственно, цель контроллера везде в Lifeline прописаться. К сожалению, многие устройства имеют в группе Lifeline всего лишь одну ячейку, то есть туда можно записать только одно значение, и поэтому нужно делать периодический опрос, а опрос это зло, потому что опрос, он занимает эфирное время, причем вы будете опрошить много, устроить. Медленная подсистема, запись логов и так далее может ли влиять? Смотрите, если вы используете дорогую, хорошую карточку, мы, например, когда продаем контроллер, используем хорошие карточки, на них можно писать в 10 раз быстрее, даже в 100, чем пишем, они вообще созданы для записи потокового видео в простеньких фотоаппаратах, камерах и так далее. Поэтому уж логами они справляются, поверьте. Если используется не очень хорошая карта, дешевая с низкой скоростью, это может вызвать проблемы действительно. Но, опять же, не думаю, что там настолько все, потому что пакеты отправляются в ZedWave сеть не чаще, чем раз в 10 миллисекунд, потому что мы должны дать стеку возможность отработать. В принципе, быстрее отправлять не получится. Да, Никита, касаемо SDK, возвращаясь к вопросу SDK, не совместим, что называется. Это, что называется, неплановая совместимость. То есть, бывает такое, что устройство там, короче, две SDK, друг с дружкой плохо совместимы, потому что в какой-то из них ошибка. Это заранее предугадать сложно. Мы такое видели буквально несколько раз всего лишь между SDK третьего поколения и SDK пятого поколения была несовместимость. При этом следующие SDK и предыдущие поколения прекрасно работали с той же самой SDK третьего поколения, которая вызывала проблемы с каким-то конкретным устройством. Здесь сложно говорить о несовместимости устройств. Это скорее программные ошибки в конкретной версии библиотек, которая так вышла. Поэтому говорить, что они в списке поддерживаемых устройств, да, они в списке поддерживаемых устройств, все должно работать, но это ошибка. Смесь разных поколений. Хороший очень вопрос, действительно сильно влияет. Дело в том, что если у вас используется в сети устройство на третьем поколении, то очевидно маршрут через них будет на третьем поколении только. Более того, когда вы выставляете маршруты в вот эти желтенькие, выбираете предпочтительные маршруты, то The Way, глядя на информацию об устройстве, выберет, он сам за вас выберет скорость на как отправить. Это делает даже не СДК, а делает The Way. И всегда вы стараетесь выбрать самую большую скорость, то есть 100 кбит, и в случае если совсем не как, то выбирает 40 кбит в секунду. вообще в теории мы могли бы эту ручку что называется отдать вам, чтобы вы выбирали выставлять, но мы прекрасно понимаем, что вы этого не хотите, и поэтому сделали это внутри под капотом. Да, мы попробуем все эти знания завернуть в какую-то статью, на самом деле у нас есть краткое описание, некий документ по текущему вебинару, ну он совсем как страница на 7, мы его скорее всего дополним по результатам вебинара и наверное опубликуем. Да, теперь короткий анонс того же чем мы заняты и что у нас будет в ближайшее время. Будет вот как раз про мобильные приложения рассказываю. Мы сейчас работаем над двумя мобильными приложениями, это iOS и Android, они уже оба в завершающей стадии, уже красиво работают. Это будут приложения, которые не сильно отличаются по дизайну от поповских текущих приложений, при этом они полностью с нуля переработаны, работают шустро, работают надежно и мы попытались в том числе исправить те проблемы, которые были в отображении в тех приложениях, которые сейчас были. мы скорее всего даже на следующей неделе запустим тест-группу для тестирования этих приложений и если вы желаете поучаствовать, напишите мне, напишите Андрею, куда-нибудь нам напишите, хочу и версию обязательно iOS либо Android. Если это iOS, то нам нужен будет ваш УДИТ, по-моему это называется, для того, чтобы вас включить в фокус-группу. Приложения мы эти собираемся выпустить давно, к сожалению, процесс сильно затянулся, много подводных камней, в них в том числе, ну, помимо того, что они полностью переработаны пошустрее, постабильнее и так далее, в них в том числе сейчас уже работают пуши, другое дело, что в самом The Way пуши будут полностью переделаны и вообще вся система уведомлений это то, чем мы займемся в ближайшее время, то есть 3.05 мы собирались в нее добавить пуши, пуши в нее не вошли еще, потому что просто не успели, эта система будет полностью переделана, теперь будут так называемые каналы связи, то есть вы сможете и пользователи, и администратор смогут выбирать в какой канал связи отправить какие уведомления, будет система фильтрации, то есть для каждого канала вы будете выбирать окей, сюда я хочу только такие сообщения, например, только критичные, сюда вот все отправляй, и настройка пользователя, он сможет получать только сообщения, которые релевантны, соответствуют его устройствам, плюс критичные сообщения, которые захотел администратор отправить в этот канал. Вот, то есть само мобильное приложение уже будет после выхода пуши поддерживать, The Way это появится чуть-чуть позже, но в принципе мы сможем рассказать как их принудительно отправить. В основной части интерфейса какие проблемы, Никита с удовольствием бы услышал о них, для того, чтобы попытаться учесть. Так, подождите, отправляйте вопросы чуть медленнее, а то я не успеваю их читать. Каждый раз, когда вы отправляете, у меня экран убегает. Так, я, видимо, перейдусь сейчас в вот в этот режим, в котором должно быть по идее лучше. Да, теперь второе так, сейчас подождите, очень-очень сложно пользоваться этим чатом. Значит, смотрите, из диагностики, вот Алья Буканов спрашивает, что доступно из диагностики, когда первичный, на самом деле статистика делается, карта сети делается просто на основе того, что приходит на контроллер, что уходит с нее. Все, что пришло и ушло, будет использовано в статье. Вот, там большой разницы, на самом деле. так, от тебя услышал бы какие-то комментарии по интерфейсу, в личку, наверное, проще. Так, фигбар инсталлер аксесс, это, наверное, не совсем ко мне. Что-то в этой части надо задать Андрею, насколько я помню, все, кто хотел получить к нему доступ, могут его через нас получить. Для этого надо написать Андрею. Можно ли сделать кнопку, чтобы выключать? Можно сделать кнопку, чтобы выключать, это можно уже. Есть такое приложение HTTP Shortcuts, которое позволяет отправить просто HTTP-запрос на выключение, 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 вызов API и токен. Токен в современном ZWA можно не просто авторизоваться, а авторизоваться и запомнить токен и нажать на кнопочку «Сделать его гомонентным». После этого этим токеном можно будет пользоваться до отзыва. И можно сделать вот такую кнопку, вы нажали, у вас отправился HTTP-запрос. Точно так же, Константин, отвечаю вам, можно сделать интеграцию с KNX на уровне HTTP-сервера HTTP-сервера, например, вы можете использовать там, например, Logitin, которая может и в обратную сторону. Опять же, авторизации по OAuth-токену, либо по куки, либо по хедерам. Ну, либо, как кто-то пишет, через Ethereum-сервер тоже можно, хотя это еще по звену. Да, идея шорткатс, то, что я говорил, что HTTP-шорткаты делать. На самом деле, в самом приложении TheWay сейчас эта штука предусмотрена, она еще не сделана, это будет после релиза, следующим этапом. Он пока не уверен, есть какие-то нюансы, связанные с тем, что это не факт, что это так просто можно, но мы попробуем сделать. Так, давайте еще сейчас дочитаю. Да, приложение HTTP-реквест телефона, да, можно. А, объяснить, что это такое. Значит, смотрите, есть приложение, я не помню, по-моему, он называется HTTP Shortcuts, и оно позволяет, ну, это приложение позволяет создавать на Android, по крайней мере, я не знаю, наше iOS-а точно, на Android позволяет создавать кнопочки на главный экран, при нажатии на который отправляется HTTP-запрос. Ну, дальше, как HTTP-запросом включить или выключить цвет, понятно, если это не понятно, пишите нам, мы сделаем отдельную статью об этом. В любом случае, эта функция появится потом в мобильном приложении, но не на первом этапе точно, а в принципе, написать такую статью будет полезно, там, если у вас есть необходимость в этом, мы можем написать, просто потому, что точно так же делаются все остальные интеграции, например, там, той же Logic Machines с ZVM или какого-нибудь любого другого контроллера с ZVM, то есть, по сути, отправка API-запроса. Вообще, рекомендую открыть свежий мануал на сайте у нас manual ZVM, там в разделе 13.1 есть все про авторизацию, и там рассказано, как пользоваться авторизацией, в случае, если вы делаете интеграции, в случае, если вы делаете мобильные приложения и так далее, то есть, в принципе, все API-запросы, написано, хотя большая тяжелая документация, которую надо читать. По поводу белого IP, белый IP не нужен, нужен FindZ2.me. У вас всегда есть FindZ2.me, через который можно в разделе 13.1 написано, как авторизоваться через FindZ2.me на вашу коробку штатных средств. Это можно сделать одним образом. Сценарий такой. Вы один раз под пользователем или под админом, но лучше, конечно, под пользователем, даете ему права к нужным устройствам, к нужным сценариям, например, к нужной кнопочке. Заходите под этим пользователем, логинитесь, во-первых, нажимаете на кнопку в моей настройке идете, внизу там токены, нажимаете к текущему токену сделать перманент. Дальше, ну, пока что, к сожалению, открываете консоль браузера и копируете оттуда сами токены, но мы в ближайшем будущем сделаем возможность токен, прям нажать на кнопку и получить текущий токен, прям скопировать его. И дальше, глядя в документацию, вы можете посмотреть, как воспользоваться этим токеном, чтобы в один запрос через уауф-хедер либо через ht-хедер либо через куку сразу авторизоваться на fans2f.me и из него выполнить эту команду. Надеюсь, понятно, если нет, то распишем еще подробнее. И вторая интересная вещь, о которой хотелось бы рассказать, которая у нас тоже сейчас в работе и вам инсталлятором она будет намекать, надеемся, очень полезно. Это так называемый личный кабинет инсталлятора на fans2f.me. Что это такое? Сейчас те, кто делают инсталляции на контроллерах Zway, они себе оставляют один пароль для того, чтобы заходить и суппортить клиента своего. Мы понимаем, что у вас может быть много таких установок, много таких соответственно в личном кабинете, который появится на fans2f.me, будет возможность добавить туда как раз по тому самому токену коробку. Вы сможете на одном экране видеть статусы ваших коробок сейчас, то есть онлайн они или нет. В том числе вы сможете получать уведомление о том, что коробка подключилась или отключилась. То есть у вас будет даже в том числе понимание как отключились, надо ли предпринять или не надо это уже решать. И также будет быстрая возможность из этого же личного кабинета нажав кнопку попасть сразу на контроллер, не вводя токены порога, потому что в токен уже суппорт у вас будет специально. И примеры, где это можно использовать, ну понятно суппорт, то есть вам просто будет удобнее видеть ваши коробки, в том числе если кто-то занимается например такой сферой как посуточная аренда, где коробки нужны фактически исключительно для того, чтобы удаленно ими управлять, то есть локальное управление не столь важно, сколько удаленное, то вам важно понимать коробка сейчас в сети и не в сети и получать уведомление в случае если она отвалилась по какой-то причине. И здесь у вас такая возможность будет, это будет на наш взгляд такой мощный полезный инструмент для того, чтобы из одного места управлять сразу же иметь возможность суппортить ваших клиентов. Надеемся, что это вам поможет. Если у вас есть какие-то идеи или потребность на этот счет, опять же пишите нам, пишите на info за двоих ми, либо мне на пс собака за двоих ми, либо Андрею Павлов собаку за двоих ми, мы обязательно попробуем учесть ваше пожелание. На этом я думаю все, надеюсь это было полезно, в случае если у вас есть какие-то еще темы, которые вы бы хотели, чтобы мы осветили, обязательно пишите нам, мы будем стараться их освещать. Запись выбора будет всем, кто зарегнут, про чьи имейлы мы знаем, всем этим людям мы отправим и запись, и ссылку на Google док пылает, презентация будет у вас, вы можете всегда сделать копию и использовать ее для чего хотите. Какой вебинар следующий? А вот предложите нам тему следующего вебинара. мы подумаем, если вы нам ничего интересного не предложите, мы вам что-то интересное предложим сами. вебинар.